Добрый вечер! Вы перевесите Карачаево-Черкесия. В студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. Высокое профессиональное мастерство Михаила Мишустина позволяет ему уже в новом составе правительства вместе с регионами страны выполнить все поставленные задачи, которые обозначил президент России в своем выступлении на инаугурации. Что нужно знать о рекламных конструкциях? Эта тема стала поводом для встречи в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Карачаево-Черкесии с представителями органов местного самоуправления районов республики. На совещании обсудили, как законно осуществить установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Альбина Ламкова продолжит тему. Основная задача рекламной конструкции – привлечь внимание как можно большего количества людей. Отличная возможность повысить узнаваемость бренда и поиск новых клиентов – результат ее установки. И, несомненно, помогает бизнесу примелькаться и запомниться целевой аудитории. Если логотипы и фирменный стиль компании видны на улице, люди поневоле ее запомнят. И, конечно, такая реклама работает. Но при этом есть правила. К сожалению, их нарушают. Поэтому Федеральная антимонопольная служба поручила провести данное мероприятие, где и разъяснили, как это сделать по закону и не нарваться на штрафы. Надо сказать, что контроль за наружной рекламой в республике проводится на постоянной основе. Тем самым Муфас по Карачаево-Черкесии обеспечивает равные условия для всех предпринимателей. Во избежание этих ошибок муниципалитеты обязаны утвердить и опубликовать схемы размещения рекламы, чтобы предприниматели могли ознакомиться с ними и участвовать в торгах. В 2015 году законом 43 РЗ полномочия были переданы по утверждению схемы размещения рекламной конструкции, а также по выдаче разрешений, аннулированию разрешений и демонтажу самовольно построенных рекламных конструкций переданы в адрес Минстроя. Но за исключением мэрии муниципального образования города Черкеска. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте является основанием для отказа в выдаче разрешения на их установку и эксплуатацию. Довели до сведения органов власти о том, что неисполнение данной обязанности является нарушением статьи 15 закона о защите конкуренции, которое подразумевает под собой запрет на осуществление действий со стороны органов власти по ограничению конкуренции. С выдачей соответствующих санкций со стороны антимонопольного органа, в частности это предупреждение. На совещании НУС Матакаев еще раз напомнил, что неисполнение предупреждения – это признак нарушения закона о защите конкуренции. Затем участники встречи озвучили замечания и предложения по усовершенствованию практик, которые будут учтены при дальнейшей работе по усилению контроля на рынке распространения наружной рекламы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко переназначен на новый срок. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. За годы нашей совместной работы в округе мы всегда чувствовали практическую помощь и поддержку со стороны Юрия Яковлевича, который благодаря своему профессионализму, большому опыту государственной службы, вносит большой вклад в развитие субъектов округа. Настоящий спасатель летчиков именно этим и занимается уроженец Карачаева Черкесии, подполковник, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Рустам Магомедов. Всего на его счету 50 спасенных жизней на территории спецоперации. С подполковником Магомедовым пообщался и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Главная задача – оказать первую медицинскую помощь нашим боевым экипажам и спасти их жизни, отмечает подполковник, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Министерства обороны России Рустам Магомедов. Он является дважды кавалером Ордена Мужества, имеет медали Суворова и за боевые отличия. По словам подполковника Магомедова, он не просто руководит операцией спасения, но и принимает участие в боевых вылетах, демонстрируя твердость духа и мужества. Специфическое направление – это поиски спасения экипажей, потерпевших бедствия, то есть совершивших вынужденную посадку или вынужденную покидание воздушного судна. За полчаса до вылета мы уже знаем, куда примерно экипажи полетят, и, соответственно, их сопровождаем на вертолетах. В случае вынужденного покидания подлетаем, способ десантирования определяем уже на месте от ситуации и эвакуируем экипаж. Родился и вырос подполковник Рустам Магомедов в Карачаево-Черкесии. Еще с детства он хотел служить родине, окончил школу на «Отлично», сейчас проходит обучение в Военно-воздушной академии в Воронеже. Первый свой орден мужества Рустам Магомедов получил за спасение российского летчика в военном конфликте в Сирийской Арабской Республике. Тогда военному спасателю было всего 24 года, а уже второй орден за спасение летчика в зоне СВО. Также были ситуации, когда экипажи совершили вынужденную посадку, но летчик попал в плен, и мы, получается, оперативно его уже вытаскивали с этого плена. В случае Алана Датиева, героя Российской Федерации, мы его эвакуировали, тоже прилетели, мы его нашли там в поле, уже практически без сознания, ну, нашли без сознания, практически не было пульса, очень много потери крови у него было, у него было ранение, кроме как катапрутировался, еще у него ранение было. Вылетая вместе с боевым летательным экипажем, мы всегда готовы в случае чрезвычайной ситуации оказать помощь нашим летчикам. А порой бывало так, что когда сбивают наших, украинские нацисты специально посылают ложные сигналы, чтобы сбить нас. Но наш опыт и профессионализм позволяют определить их, уверяет подполковник Магомедов. Когда летчики летят на задание, когда знают, что поисково-спасательная служба их эвакуирует в случае их катапультирования или выражения покидания воздушного судна, у них, получается, уверенность появляется в выполнении боевого задания. Специальная военная операция идет, но, как сказать вам, это не просто так, поверьте мне, мы знаем больше, чем гражданские. Это необходимо было остановить еще на той территории. Завершив обучение в военно-воздушной академии, подполковник Рустам Магомедов продолжит службу в зоне СВО, оказывая помощь нашим военнослужащим. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о незаконном подключении к электросетям, рейде ГИБДД и об открытии точки роста. Редактор субтитров А.Семкин В Карачаево-Черкесии полицией выявлено незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике выявили факт причинения имущественного ущерба иногда энергоснабжающей организации, совершенной 43-летним жителем села Чапаевского. По версии полиции, подозреваемый совместно с неустановленными лицами для обеспечения деятельности майнинговой фермы по добыче криптовалюты внес изменения в электрооборудование, тем самым организовав безучетное потребление электроэнергии. Прибор не отражал весь потребляемый объем. Ущерб составил более 352 тысяч рублей. Следственным отделом по Прикубанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция на стороне света, но в пределах разумного. В Карачаево-Черкесии инспекторы ГИБДД Республиканского МВД объявили охоту на любителей сумрака и запрещенного тюнинга. Дополнительные профилактические мероприятия нацелены вывести всех, кто управляет автотранспортом, из тени тонировки. А также создают опасность для остальных участников дорожного движения. Ахмат Халкетчев продолжит тему. По требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, светопропускаемость должна составлять не менее 75%, а степень затонированности полицейские определяют с помощью специальных устройств. Снижение светопропускаемости передних стекол автотранспорта относится к категории грубых нарушений правил. И, как заверяют полицейские, к данной группе нарушителей с их стороны никакого снисхождения быть не может. На уровень безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции дают весьма истерпывающий ответ. Также полицейские отмечают, что любители сумрака идут уже вынуждены на еще одно нарушение, которое крайне серьезно влияет на общий уровень безопасности на дороге. Пленочное покрытие, нанесенное на переднюю часть автомашины, ухудшает обзорность места водителя. Вследствие чего некоторые водители устанавливают дополнительные световые оборудования гораздо мощнее, чем предусмотрено его техническими характеристиками. Вследствие чего ослепляются водители, которые направляются в попутном движении или во встречном направлении, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. И вне рейдовых мероприятий инспекторы выявляют любителей оставаться в тени тонированных стекол. За первое нарушение полицейские выписывают штраф в 500 рублей и требования на устранение несоответствия в течение суток. А вот если любитель сумрака попадается во второй раз, то ему помимо того, что возрастает сумма штрафа, может грозить и заключение со сроком до полумесяца. Ахмат Халкевичев, Олег Макужев, Вести Карачаева, Черкесия. Новая точка роста в Прикубанском районе торжественно открыли место притяжения для школьников села Талык. Ребята продемонстрировали на практике свои знания по химии, физике и биологии, используя современное оборудование. Репортаж Дарья Тендит. Десятиклассник школы села Талык активно движется к будущей профессии. Карим Теунаев мечтает с детства стать врачом. Благодаря новой цифровой лаборатории школьник подробно изучает биологию, химию и использует свои знания на практике. Карим определял частоту дыхания, подключив специальное оборудование. Этому он научился во время внеурочной деятельности. Эти все приборы нам помогают людям выяснять, какие у них сердцебиение или дыхание. Можно понять, что у них, какие симптомы. Торжественное мероприятие в честь открытия «Точки роста» проходило по всем правилам. Гостей встречали с хлебом и солью, а школьники подготовили зажигательные танцы и читали стихи. Точка роста – это сила. Точка роста – это класс. Новый кабинет в школе является центром притяжения для школьников села Талык. Возможности таких кабинетов велики. Новая цифровая лаборатория школьникам села позволяет проводить самые разные опыты и эксперименты. Ребята на практике через проектную деятельность узнают химию, физику, биологию на новом уровне. Цифровая лаборатория у нас «Релион» и «Битроникс». «Битроникс» – это у нас цифровая лаборатория по нейротехнологии. С помощью него мы можем спокойно определить электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, частоту дыхательных движений, легких и так далее. А с помощью цифровой лаборатории «Релион» мы можем спокойно определить датчиками освещенности, например, уровень освещенности кабинета. Мы можем определить с помощью датчика температуры, температуру раствора и так далее. Учитель химии и биологии отмечает большую заинтересованность школьников от самых маленьких до старшеклассников. Несмотря на то, что некоторые из них еще не изучают физику и химию, с проведением простых экспериментов ребята справляются. Благодаря внеурочной деятельности они узнают много нового и интересного и даже могут определиться с будущей профессией. Мы были вообще очень счастливы, когда нам объявили, что в нашей школе с этого года начинает будет функционировать Центр образования «Точка роста». Такие классы открыты в девяти школах Прикубанского района. До конца 2024-го планируется открыть еще три в Ильичевском «Ударным» и «Счастливым». На протяжении всего учебного года наблюдала за работой каждого центра. Но хотелось бы отметить, что педагоги данного центра образования наряду с остальными нашими, также руководителями центров образования проделывали успешную работу. Вы знаете, использование оборудования, цифрового оборудования требует достаточно кропотливой работы, но я думаю, они справились вполне успешно. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. В Тибердее-Дамбае продолжается период сосновой пыльцы, который начался в начале мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Сосны вырабатывают огромное количество пыльцы, которые, витая в воздухе, создают удивительное зрелище и обладают мощными целительными свойствами благодаря активному выделению хвойными деревьями, фитонцидов, которые обеззараживают воздух и создают уникальный микроклимат. А завораживающие пейзажи Тиберды, Дамбае и Архыза прекрасны в любое время года и в любую погоду. Насладиться городской горного озера Каракель приезжают туристы со всех концов планеты. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «В свет в окне». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова